Так, ну что, привет, ребят, сегодня будем играть на Мидомансере, у меня было в планах записать его на тройку, на четверку или на мид, ну, нашлась роль мид, поэтому, надеюсь, на веники не шисп. Интересно. Ну, зря надеешься. В общем, сегодня будет мидовый Мидомансер, будет весело, надеюсь, вам игра понравится, приятного просмотра, а сейчас, по традиции, начнем видео с фразы «Слава Украине» и с озвучивания донатов, которые были за то время, что я не записывал. Я думаю, вспомнишь меня, Павел ознакомил тебя, рассказывал про близких родителей, которые развалился в пандемии. Держись, братик, нам тяжело и морально-материально, мы с тобой. Это правда, всем тяжело, и спасибо тебе, Тим, всего тебе хорошего и крутого. Так, Нурно, нужно идти драться. Привет, почти полтора года не играл в доту, в текущей атмосфере снова вернулся, меня расслабляет, заодно удивился, что давно не видел твоих видосов, стал искать, и ты как раз вернулся, кайф. Михаил Гохберг, спасибо, мужик, за тысячу, за три и за тысячу. Значит, следующий твой донат, это ты спрашиваешь про тренерство и про игру на ДК. Значит, братишка, напиши мне в ВК, я тебе с этим помогу. Если вдруг у тебя есть мои телеги, спамь туда, потому что ВК у меня завалище. Но спасибо, мужик. Ну, по поводу ДК в мидгейме, там на самом деле ничего сложного. Толкаешь лайны, фармишь, дерешь ты по КД формы, пушишь башни по возможности, и все. То есть, в принципе, ничего трудного. В общем, в чем фишечка медвеника? В том, что у вас есть вариации, как собрать его. Собрать его через керри билд, собрать его через билд магический, собрать его через сопротивляющий билд. И все это вы можете сделать с любой позиции. С четверки, с тройки, с двойки, с однерки даже. То есть, герой нереально ситуативный. То есть, его можно сыграть вообще в любой ситуации. Мне очень это нравится. Посмотрим на героев врага. Давайте подумаем, что тут круто. Как по мне, четыре героя страдают от магии. Феникс, Тренд, Текис, у медовой Текис. Все страдают от магии. Ну и как по мне, против них будет круто собрать ранний магический билд. Это опять же, нужно просто пытаться осознавать, что профитней. И поступать по ситуации. Я, поскольку я обожаю Веника, мне нравится вообще в нем все. Мне нравится его анимация, мне нравится его движение, мне нравится каждый из его скиллов. Поэтому я буду играть магическим билдом. Потом в лейте я создам какой-то гибрид. С Аскади, может быть. С Аскади, да. С Аскади, с каким-нибудь доебалусом. Там посмотрим. Хорошо я сделал. Я примерно предугадал, что он будет прыгать. И очень круто спасся от него. Опа. Успел, знайдальник. Красотища. В общем, мид пока что у меня супер фришный. Думаю, что против Текиса иначе быть и не должно. Персонажу нету кнопок, чтобы меня в миде выиграть. Ну и, соответственно, по игре, начиная с третьего левела, у парня начнутся серьезные проблемы. И никакие нулики его не спасут. Я не знаю, на самом деле. Может быть, у Текиса есть реально какие-то перспективы по игре. Но, как по мне, против Веномансера нужно брать либо персонажа в мид, которому насрать на его Харас. А это условный Хускар. Хускар вообще, в принципе, не то чтобы страшно стоять против Веномансера. Это может быть условно ЭДК. Хотя, опять же, вещь спорная. Если ЭДК вам в начале фидонет или какой-то доста, так называемое с английского слова, адвентедж преимущество, то зачастую этого преимущества хватает, чтобы вы до конца игры его душили и до БКБ, чтобы он страдал. В общем, начиная с третьего левела, вы уже начинаете смотреть. Если против вас стоит игрок, которому максимально похер на то, что вы делаете... И, господи, Иисусе. Честно скажу, я вообще ни разу не стоял в миде против Текеза. И для меня вот это... Этот персонаж, это... В новинку. Честно скажу, я не ожидал столько урона. Я не ожидал, что с двух кнопок он мне может снести там буквально 700 хп. Ну, это для меня новость. Ничего прикольного. Просто для меня интересный опыт. Я не кая против нового Текеза еще. Не то, что не стоял на миде, я против него ни разу даже не лайнил. Это вот моя буквально первая игра против Текеза. Но, в принципе, это без разницы. Так как, начиная с третьего левела, у вас уже начинается так называемая душка. Когда приходите на лайн, и, в принципе, все, что вы делаете, задалбываете врага с помощью геля. И, соответственно, тычки. У вас кнопки нереально больнючие. Вот я говорил, что у меня больнючие, но, видимо, там у этого игрока тоже довольно-таки они приятно харасят. Ну, я хотя бы теперь знаю, чего примерно ждать. До этого у меня вообще не было представлений. И тут важно понимать. Если вы можете убить вашего врага... Кстати, никак меня не убивает. Я скажу больше. Я его убиваю. Его хилят. Да, я в порядке. Слушайте, даже по трентом смог его убить. Я доволен. На самом деле, в общем, можешь сделать фешечку. Я сейчас запушу мид, и пока бегу, расскажу про... Зачем, на самом деле, пушить? Пусть ко мне лайн пушится, а я прибегу. Мне кажется, это так бы даже лучше получится. Вот. Фишечка Виноманстеров в том, что вы до четвертого левела играете 2-2-0, а потом вы смотрите, хватает ли мне раскачки 2-2-0, чтобы убивать своего оппонента. Если да, то вы, соответственно, продолжаете максить плаги вар. Блин, наверное, стоило запушить. Видели-ка, я много потерял? Я немножко не рассчитал скорость бега Виноманстера. Но это, опять же, такое дело медовское, что какой-то опытный медак тут бы опиенно сыграл. Но я, сами понимаете, саппорт плеер. То есть, как же надоело теки стычковать меня? Не, ничего. Его прохарасили немножечко. Сейчас за руной сходим. Давайте подумаем, что мне против теки захотелось бы купить. Ну, во-первых, самое очевидное. Мне нужна кафля. А может, я так смотрю, его хилят. Он меня задолбывает кнопками. Также я хочу фласку купить. Ну, и как я для себя понимаю, скорее всего, мне на текиза нужно будет супер много ресурсов тратить. И я не уверен, что мне хватит... Ну, мне есть смысл брать варды. Поэтому давайте я сейчас заранее начну его пробивать с помощью геля в тройку. А если я не смогу его убить вот сейчас, на пятом левеле, то, ну, когда у меня уже гель в тройку, то в такой ситуации я обыграю это и возьму пассивку еще в один поинт. Но пока что, как вы можете заметить, ему плохо. Даже учитывая, что он меня там один раз убил, я его ответил, у меня 12 денаев, у меня все хорошо. И если он еще подойдет в мид, то я его, в принципе, с гелью убиваю. Он очень боится. В принципе, его можно понять. Ну, он умер, если что. Типа гель очень больно косый. Гель третьего левела, это просто нереальная имбища. Мисс. Да, это не важно, что мисс там, не мисс. Гель третьего левела, это нереальная имбища. Он кажется со стороны, что, типа, ну, Типа, знаете, вот, тик, 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 тик. Ты думаешь, что он не тикает? А на самом деле ты теряешь морду. И тут, ну, никакой его вины даже в этом нет, что он умер. Просто у меня персонаж такой. Так, давайте посмотрим дальше. Что бы я хотел тут купить? Что мне тут важно? Если какая-то шмотка, которую я купил, я смогу полностью, ну, если не полностью, то как минимум, очень сильно повлиять на их игру. Во-первых, я уверен, что игра будет долгой. Посмотрим на наших героев и на их. Не они нас, мы их не спушим быстро. Тут стоит вздуматься о Мидасе. Потому что Веник персонаж, который фармит, а если фармить с Мидасом, то он фармит быстрее. Поэтому давайте, я сейчас что делаю? Я ставлю себе в Квикбай Хэнд оф Майдас, тот самый неметовый Хэнд оф Майдас, который никто не покупает. А я до сих пор, как олдфак Мидаса, буду его покупать и буду всегда говорить, что это мой один из самых любимейших айтемов. Ставь лукас и вообще пишу в комменты, если это тебе тоже нравится. Я лично обожаю Мидас. Я обожаю вообще его юзабельную обилку. Я обожаю, что он дает экспу. Я обожаю его камбэк возможности. Что у тебя все плохо, купил Мидас и все. Вот, дальше смотрите. Мы понимаем, что драк уже не происходит. Что мы уже, нам хватает прокаста в 3-3, чтобы убивать. Что мы дальше делаем? Очевидно, мы берем варды и начинаем фармить. Причем начинаем фармить не простые места. И самое прикольное, что вардов во днерку уже хватает, чтобы фармить иншей. Так как у вас, как правило, с миды большого левела пассивка. Важно, перед тем, когда вас нападут, заставиться вардами. И важно помнить, что из первой левел варды, то мало смысла их ставить на мид, потому что враг за их убийство будет получать денежки. Я помню, что экспу вроде как 20 или поменьше, но он будет получать экспу. Это на самом деле ни хрена не круто. Потанчу немножко башню, так как не хочется, чтобы катапа умирала. Вот она один удар перетанчит. И отопьюсь немножечко. Наверное, стоит еще фласочки две принести, потому что у меня ощущение, что они потребуются. И как вы можете заметить, с катапульты, с вардами первого левела, фушь идет весьма успешно. Там что-то текис прыгает, убивает, понимает, что на лане уже стоять не сможет. Жми в этот, жизнь вор. Кнопчики свои. Вот, теперь на нем две пассивки. Башню я ему, к сожалению, снести не смог. Ну, в любом случае, сейчас пачку миди буду фармить. Буду ластилера потычковывать. Гели у него, гели, говорю. У него точно не вечные раги. Когда-нибудь у него мана кончится, а у меня нет. Потому что у веника с маной проблем не бывает. Так, пачку мы заберем. Все, как я уже сказал, поскольку мы уже фармим, нету смысла что-то изобретать велосипед и продолжать максить гель. Гель вы берете до момента, пока вам не нужно будет заканчивать фарм. А, текис гангает. Вот, бежит, в топ бежит. Как-то он бегает. Смотрите, какой активный текис. Беги в мою сторону, у меня фласка для тебя будет. Назад, назад, бро, назад. Ты же умрешь. Бля, ты чего? Ты чего? Ну, в принципе, он умер. Я скажу больше. Не только текис умер. Что-то на эти пытались. Это Фредди Фаер огонь по своим. Так, давайте тогда продолжим. Не уверен, что он умрет. Но ему, как минимум, будет плохо. Ой, ему еще урну дали. Не, ну, парни, там разбирайтесь. Я, в принципе, свое дело сделал. И на самом деле, я прям кайфую от игры на Виноманцере. Ну, просто не героя сказка. Это вот идеально для моего геймплея. Две кнопки нажать, и ты полезен. Меня еще раньше, помню, был товарищ мой хороший, Леша Хилариус. И вот он постоянно ржал с того, что я играю в основном на Варлоке. Говорил, блядь, да ты ни на ком играть не умеешь. Ну, я просто статирую с матом. Ты ни на ком играть не умеешь, кроме своего Варлока. Обычно ты две кнопки жмешь и идешь в ФК стоять. А я говорю, так в этом же и весь кайф. Зачем мне что-то изобретать, да, там, брать каких-то... Виверна, раньше Виверна, типа, была такой, ну, относительно сложным персом. И на ней нужно помять играть. Типа, знать, когда нажать третий, чтобы не заруинить, когда ультой не заруинить. Да, на и сейчас, в принципе, сложный. Просто я уже плюс-минус только игрок подрос. Катерана башню довольно-то сломал. И вот, как практика показывает, ну, если ты игрок хотя бы средний, ты можешь брать просто хорошего героя, типа Веника, типа Варлока, и стабильно давать хороший импакт. Вот не бывает игр, где вы на Венике нанесете мало урона и будете абсолютно бесполезны. То есть, если такая игра произошла, значит, вы, скорее всего, в начале либо слишком обосрались, либо вас, ну, очень сильно законтрпикали. Настолько, что, ну, даже играть в пазлок. Такое бывает очень редко, и, ну, на любую ситуацию в жизни бывают исключения. Нет смысла из этого делать какие-то выводы, потому что они, скорее всего, будут неправильны. Все. Мы прекрасно сделали early game. Мы помогли в боте сделать киллы. Мы мидера задушили вражеского. Мы в итоге сейчас качаем меншентов, мы купили ранний медас, мы сломали башню. То есть, не мидер, а сказка. Куча импакта пока что сделали. Это причем пока что. А дальше все будет только хуже. Как я уже, да, говорил в прошлом идосе, который не вышел на канал, потому что он длился 9 минут. Ну, типа, враги сдались на 9 минуте. А я говорил, что у Веника каждый его левел это нереальный пауэрап. То есть, абсолютно каждый его левел он получает какой-то ништяк. То есть, там, буквально, палант взял, стал сильней. Это не то, что, например, на том же самом барлоке, который я уже до этого озвучивал. Сейчас поддушишься. Станус нету. Это, кстати, да, минус вина мансера. И, в принципе, когда у тебя такой минус, ты можешь не стесняться и позволить себе атос. Вот. Но, это, опять же, если у тебя с этим супер проблемы. Либо юл какой-то. Но, сами видите, что у меня так все круто. Я не уверен, что есть смысл. У меня все хорошо. Я не хочу тратить деньги на подобные слоты. Я подкачаюсь. И сейчас буду пока качаюсь думать, то есть, что тут хочу. Ну, во-первых, очевидно, что у врага очень много магического урона. Против магического урона самый очевидный, думаю, для вас всех вариант. Прям самый нереально очевидный. Это пайп. Ну, то есть, ничего у меня и пайпа против магии еще не придумали. Вообще ничего, кроме пайпа против магии не придумали. Возможно, придумали героев брать против магии, но в этом нет смысла. Важно помнить, что когда ты будешь использовать пайп, она будет тратить ману. Поэтому заранее можно купить арканы, так как раз я покупаю пайп, скорее всего, я куплю и меку. То есть, у меня будет такой мидер саппортящий, который будет и много фармить, и при этом саппортить. Представьте себе, саппорт с большим количеством слотов. Мид мы делаем ДФМ прекрасно. Хоть у меня пока что не то чтобы много защитных слотов, но я вражин не боюсь. А ну, нажал рейдж, побежал отсюда. Если он погодил, он попал. Вау. Не, ну инвокер, типа... Просто монстр. Да, я размучен. Не, инвокер красавчик. Типа, как рассчитать все круто. Тут прикольно, на самом деле. Вы смотрите просто, что с шардом у вас будет возможность с помощью геля создавать варды. Если вы играете магическим, то есть смысл взять кд на гель. Если же вы играете персонажем, который танчит, которому каждая здоровая на счету, то тут, понятно, прекрасен вариант на хпшку. Я вижу, что тут нужен перезарядка на гель, так как у меня будет игра, где я буду спамить гель. И у меня будет пайп, я буду встать в центре, у меня будет куча вардов вокруг меня, поэтому я беру талант на гель. Все, не забываем, что вард это мало того, что дэмэдж, это мало того, что пассивка на врагах. Так это еще и самое прикольное, что вижн, то есть не стесняемся их нажимать наверх, чтобы давать вижн врагам, чтобы сбивать эмблинки. В драке вы используете варды ПКД, то есть то, что они дают так мало, да, то, что написано, что они дают мало, это на самом деле очень обманчиво. Вардов очень много, потому что они стакаются. О, я бы хотел взять на самом деле, ну да ладно. Они стакаются, их много, и на ранней стадии с большим левелом вы очень круто пушите. Сейчас туда подпушиваем. Могу ли я выйти Т2? Т2, на самом деле, я бы сейчас поступил очень элегантно, я бы назвал это прекрасно. Я могу пойти дефать топ, самую неприятную для дефа линию, самую неудобную, опасную, так как на моем герое это делает само удовольствие. Мои ребята сами тут спушат, или мид по дефать, да я пойду мид дефать на самом деле, пусть этот парень жмет ТП, если не хочет умереть. Типа, знаете, это то самое чувство, когда, ха-ха-ха, я ТП нажал, ну ты лошара. А потом смотришь, у человека на 5000 на Творце меньше, потому что он по КД жал ТП. Ну типа, красавчик, ты не умер. Но от того, что ты не умер, тебе легче играть не стало. Я все еще хотел дефать топ? Ой, там нет маны на Феникс. Вести как ноль. На яйцо не хватает еще. Ладно, ничего страшного. Давайте с худо начнем. Слишком приятно, а там пам-пам-пам, пам-пам-пам-пам. Все, будет худ, плюс адресочка. Почему не беру ульту? Причина очевидна, я не дерусь, я ее не нажму. Я фармлю и беру для этого все. То есть беру варды, беру пассивку, потом гель замакшу. У меня под него еще талант. Пытаемся забирать чужой фарм. Не дай мне отдачку, я тебе дам палочку, нет? Пытаемся забирать максимально вражинский фарм. А это типа не то, чтобы я мог забрать, типа, в стройку зайти бы, оккупировать ее. Но у меня пока что еще худ не долетел, точнее он еще не куплен. Поэтому я еще две фласки купил, они до сих пор лежат, я еще тпшку не купил. Ну ничего. Так, из девятой, у меня скоро паэп. У него абсолютно насрать. И в будущем будет тоже насрать, что самое прикольное. Замедление, конечно, неприятное, но... I don't care. Лайксиллер с Мидасом, абсолютно useless. Репаун здесь не сможет. О, он в другую сторону пошел. Да, ну, лайксиллер, не знаю, он, по-моему, птильд сейчас, ливнет. У меня будет вторая игра 14 минут, и я эту игру, походу, тоже не выложу. Потому что тяжело представить реальность, в которой чувак, так проигрывая игру, захочет продолжать. Имея 3000 порядочности. Бля, он остановился на течку. Ну такое бывает. Ладно, прокачаю ульту. Нажму худ. Ау-ау-ау-ау-ау-ау. Ау-ау-ау-ау. Все впитал, все впитал. Не знаю, повлияет ли это на хоть что-то. Там парень с худом, я в него ульту потратил в помойку. Там куча магии, против этого худ не спас. Хотя, на самом деле, был бы пайп, может быть, он спас. Ну, блин, типа, нормально, ничего страшного. Три героя на себя сфорсил. Вот какие-то кнопочки меня нажали. Да, немножко подставилось, но ничего страшного. Из-за этого я сделаю мекку в будущем. Потом я сделал... Ну, не потом, может, даже раньше сделаю шар. У меня будет возможность купить лотус. Тут много чего можно снимать. Сайланс Лайфстилера. Это ульту Трента. Это замедление от спиритов плюс урну. Всякое-то дерьмище. Замедление Лайфстилера. Это Некра. Шарт можно снимать. То есть, в вариантов миллиардов. Походу, Гирокоптер Саппорт. В одном из моих видосиков. Так, ладно. Мне нужно бежать, юзать Мидас срочно. Что я нажал урну в прошлый раз, и Мидас не нажал. И это очень грустно. Я это видел? Просто промолчал. Хостан. Наберем хосту. Уй, на хосте. На самом деле, можно пробежать. Я тоже, тоже, не боюсь. Хватит. Видели, как он летел? Круто, ребят. Видели, как он летел? На самом деле, а что ему делать? То есть, мы заняли его тройку. Его лес, хоть и свободен, но мы в любой момент туда можем прийти. Ему нечего делать. В итоге он вынужден... Не то, что он вынужден видеть, но ему нечего делать. Он полный безысходности. Жизнь, тлен. Жизнь, боль. Спартак, Зенит. 4-0. Там сегодня был матч Спартак-Зенит. Я его не смотрел. Но, насколько я помню, когда я смотрел счет, Спартак выигрывал. Хотя, насколько я помню, Зенит творит в русской премьер-леде. Не, я не то, чтобы смотрю футбол, просто так. Случайно открыл статистику, помониторил. Интересно. Прикольно. Зенит много лет подряд выигрывает. Круто. Едет весьма ранний пайп. Все, аккуратно отводим кипасов. Не бойтесь видеть вардами. В начале игры, когда они слабо ими, ну, грустно видеть, но потом уже по игре абсолютно насрать. Они не дают так много, чтобы париться. Они куда больше ресурсов врага тратят. Есть пайп, есть капелька. Как говорится, let's try to kill me. Оставляюсь вардами не только для того, чтобы давать дамаж, но чтобы дать вижен. Нажму тп в бот, надеюсь, что парень по чуть-чуть время протянет. Блядь, четыре героя. Ну, байбэк был лишний, но, типа, без разницы. Не то, чтобы от его байбэка что-то в корне в игре изменится. Братишка, ничего не остается, кроме припаса садится, на самом деле, сейчас. Они, видимо, им лайфстеллер сказал, бля, парни, душат нереально, help. И они такие все, а давайте бегать за ним, помогать ему. Но на самом деле, они этим ему делают медвежью услугу. Они только мешают ему, потому что мы будем бегать за ними. И, соответственно, злайфстеллера в том числе. Нажми колечко. Давай, нажму. Все, башню пора снести, я в прошлый раз ушел, рассчитывал, что они без меня снесут, но скажу, что у меня пайп, чтобы не боялись. Ну и, соответственно, мне сейчас нужно будет как можно уже быстрее шарф покупать. Он слишком сильный, он дает новые варды. То есть, вы кидая во врага первый скилл, создаете два дополнительных варда. Ну и тут, думаю, возьму гель. Бля, 15 секунд, они так прикольно двигаются, типа, они просто нас доджат. Это ненадолго. Нажму тп через 10. В принципе, окей. Шарт купил, парниша красавчик. Парниша красавчик. Неплохой неглядот, кстати. Не, бро. Типа, I'm sorry, тонтори. Попытка была очень хорошая от инвокера. Типа, он прям все прекрасно нажал. Умничка. Сейчас нужно давить, давить, ребят. Давим все башни, мы забираем топ-т1. Сейчас меди пачку отпушу, офф топ увидим, башню заберем. Две. Блин, как много фарма, вот этот веник, я просто балдею. Просто персонаж сказка. А, это я бы сигналил сам себя. Лучше пристал, убей, это грустно. Но опять же, я сказал, что в миди пачку убиваю, нужно идти. У него ТП нету, ТП нету, ТП нету. Хорошо. Бля, он так круто таймит на инвокере, так это нравится. Лови овчарку, блядь. Лови овчарку. Хуенная механика. Спасибо, Дота 2 Гейб. Развернется? Грустно, что могу сказать. Я скажу больше, скорее всего, ну, яйцо он полет... Он даже может яйцо не нажимать, меня так убьют. Косу на меня нажимает, скорее. Успею нажать. Могу ли я убить? Смотрите, сколько на нем говна. Если он не нажмет яйцо... Так, я во-первых, убил Текинза, спайкаст, во-вторых, нас заставил нажать яйцо. В принципе, неплохо. Но из минусов, блин, это Лайсиллер сел, прилетел. Чего они спамят, я не понимаю. Чего он вечно недовольный? Наверное, вот так вот. Боттл я пополню, положу его как запаску. То у меня будет Мекка. С Меккой пойдем в Рошана. Мы можем убить Рошана? На самом деле, да, можем убить. Просто у нас, скорее всего, тильтовый, очень парниша на Бресте. Виверс Радинг прикольную тему. Ты че? Это уж хорошо. Ну да, типа, это реально прикольно. Познаватый, конечно, но не всегда же рано покупать Радинг. Ну, если ты всегда покупаешь Радинг, то рано или поздно Радинг станет поздно. Точнее, Радинг станет средне, а потом средне станет поздно. Поэтому кто-то должен покупать Радинг. Спасибо. Яйца нет, если че. Мне больно. Ну, я пайк нажал, но Лавсили просто с прошлой драки приобрел, я бы сказал бы это не приобрел, а задонатил себе Дезолятор. Ему очень плохо, короче. Ой-ой-ешеньки, ой-ой-ой. Ой-ой-ешеньки, ой-ой-ой. Коса, скорее всего, есть. Я че-то на самом деле вижу, что бежит на меня Лайфстиллер. Я-то привык, что Лайфстиллер, он ничего не делает, у него лоу-левел. Но он вот тут и сделал сколько? 2-3 килла? Сколько он там получается? Забрал Гирыча, он получил экспу за меня. И в итоге вот эти все киллы, которые они там поделали, дали ему Дизоль. И он просто пошел у меня с Дизоль, у меня 1200 хп персонажа, а я закупился чисто против магии, чтобы меня магией не могли убить. А в итоге мне теперь еще и против физухи защита нужна. В принципе, против физухи есть два варианта, это гост плюс форстав. Есть еще прекрасный вариант Шива Кираса, но они очень дорогие. Так. Я сейчас должен аккуратно фармить Мекку. Хватит, я вот что сделаю. Нажму ТП сюда. Постараюсь подбрасываться. Пусть бегут. Все нормально, мы фармим. Бер окей. Это я нажал, чтобы вардики, плюс чтобы на нем просто висел деба. Будь замедлен. Посмотрим, убьет ли у меня с Пайпом. Как вы можете заметить, любой герой Доты уже тысячу раз бы тут умер. Но что сказать, если я не умер на Веноманстере, когда у меня Трент нажал ульту Метеор Хаммер и фул проказ нажал Теккес. Мы убили только что двоих, хотя столько магического урона не пережил бы даже, блин, антимакс Пайпом. Я, в принципе, очень даже рад вот этой смерти. И это, на самом деле, то, ради чего должен браться такой Веноманстер. Посмотрите на играм от Ума Мена и на этом же Венике. То же самое. Вот тут прикольный момент. Замедление поздностей круто работает, если вы на Кэри играете и, в принципе, по игре, если вы исполняете долго живущую драку. Но поскольку мне нужно хоть как-то хилиться, я много наношу магического демоджа и беру вампиризм. Если бы у тебя тут сейчас Мека, я бы выживал. А так, я даже не знаю, мог ли я что-то сделать иначе. Я мог бы, наверное, рейдроп, да, переложить. Но, блин, прикольный проказ на самом деле в этой очке. 14-й лом прыгает у меня 9 смертей, но очень болезненный. Столько демоджа впитал просто жить. Мидас Дизоль. Это страшно. Это очень страшно. Надо юзнуть Мидас мне. Оп. Бегу юзать Мидас. Это, кстати, моя Мека. Могу поставить сюда вард. Он длится 40 секунд. То есть он успеет пропасть и я ничего не сделаю. Моё, сука. Без раги. Мне не нравится, конечно, у нас парень супер АФКшит сейчас. Он, видимо, обиделся, да, в тот раз, что там что-то ему не понравилось. Надо... Подними торнадой. Торнадо дай. Я думал по таймеру дать, в итоге обосрался. Ну, в принципе, я живущий. Рейдж недолгий. Да, он должен умирать. Он должен умирать. 100%. Его убьют. Если его не убьют, то моя смерть была абсолютно напрасной. Всё. Я доволен. Типа, знаете, вот... Ради этого и стоит брать веномансера, чтобы в таких ситуациях оказываться. Чтобы в конце говорить, блин, ребята, вы молодцы. Вы хорошая команда. Моя жертва была не напрасно. Я разменял себя на... Можно сказать, одного героя, но с ним ещё три за компанию. Один только на три больше. На четыре. Стоп, один только на три больше. На четыре. Всё правильно. В этом, в принципе, я доволен. Опять же, давайте подумаем. А кто, если не я? Вот кого он будет бить? Бристалл он бить не будет сам, потому что не захочет. Вивера он не захочет, потому что вивер... Вивер, ты его не догонишь. Инвокера тоже хер догонишь. Гирыч, он с форстафом. Я единственная цель, которую нужно, можно и хочется бить. Но за это ты будешь платить временем. Временем, которое ты тратишь на меня. Ты, соответственно, не потратишь его на кого-то другого. Ладно, пора продать ласочку. Блин, у меня прикольно. Я говорю, метас вообще must have. Метас нажал, умер. Снова метас нажал, умер. С минус меня раньше. Моя команда умерла, пока я был мертв. Но да ладно. Давайте дофармим себе грифсы, чтобы у меня слот лишний освободился. Ну да. Блядь, я мертв был. Вот, это знаешь, вечно кто-то один жив остался. Все, он виноват. Он мразь. Он даже не смотришь, что я был мертв, что они вчетвером пошли драться. Что благодаря мне как раз таки все это и произошло. Я не собираюсь что-то объяснять, человеку спорить. Так как если что-то действительно хочет увидеть, он на это потратит какие-то усилия. Блин, просто был бы крутой выбор. Но я не ожидал, что мы в боте в тот момент дадим пару киллов лайфстилеру. Именно это как раз таки дало ему те шмотки, которые у него и сейчас есть. У него не было вариантов камбэкнуть. Вы арестованы. Полиция Лос-Антоса. Остановите машину. Блядь, они идут инвокер. Осторожно. Он слепой, да? Или просто похуист. Да я на самом деле на хосте тоже могу этим говном позаниматься. Да, это лайфстилер, это просто шутка какая-то. Ебем, ебем, ебем. Когда я сажал, все, можно смело филить. Пайп нажал на команду, аркашки нажали. Все, все. Горош, хорош, хорош. Они не имеют ничего, что делать. Кра- Си- Правильно, что? Во. Так, ну мне определенный эггис не нужен. Мой персонаж не из тех, кому эггис в принципе нужен, так как я кнопки нажал и пошел болеть за команду. Только я никуда жать не буду. В принципе, Бресту либо Виверу, но Вивер не захотел брать, поэтому Бресту. Так, чекну руну. Руна в боте, я заберу ее сигнале, что у меня ботил. И сейчас побегу команде. Нас подумать, что купить. Бля, но это грустно, вы все равно в ряд. Бля, как он меня до 100. Боже за полосководой ходить, бро. Нет, садер, 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 садер. Мы хитом, вроде. Им пиздай, им пиздай, им пиздай. Окей, баллон не стой. Бля, не попал гелем, это плохо. Ну, при всем прочем, мы сделали уже 2 кила. Бля, ну, боже мой, с первого удара, бро. Не даст, не даст. На Феникса. Нормально, нормально, троих убил. Вы видели? Он только купил башару, побежал за мной с башаром. И, блядь, дал мне баш с первого удара. Это за что? Ладно. Фрустав, прекрасное решение тут будет. Поэтому, в принципе, бля, ну, на самом деле, я бы хотел, чтобы кто-то купил лапсы, то что-то вообще ничего нет. Бля, ну, у нас же... А кто у нас пятерка вообще? У нас либо Гирич пятерка, либо Инвокер пятерка. Инвокер не играет, и пятерка. Гирич играет, как четверка. Ну, типа, я не хочу на мидере засирать слот. Хотя у меня есть слот, на самом деле. Но мне очень не хочется вот этой херней заниматься. Но, видимо, придется. Мидер в саппорт. Да, да, я. Так, тут мы возьмем... Длитель... Возьмем Пайзонова длительность. А потом мы еще возьмем Пайзонова замедляет атаку на 100. Ради интереса. Мне кажется, это крутой талант. Да и плюс Мидаса, мы все таланты получим в этой игре. У меня и так очень хороший левел. Так, мы Рошена забрали из плюсов, а Ягис мы тоже забрали, поэтому все хорошо. Наверное, единственное, что я бы хотел сменить какую-то вещь на... Ну, которая позволит мне жить чуть больше. Прекрасно выглядит, кстати, и Блэйд, потому что он сейчас делает через Каю, а какая очень сильная. Ну и, соответственно, Форстав, которая и так же круто грейдится. Вон, ты смотришь. 20-й левел. Добарда не настолько имба, чтобы прям брать на них кулдаун. Не та игра. Его подхелим, пачку подпушим, бежим в команде. Пошубили лайфстрелера, это уже 90% победы. Да все, да нормально, нормально. Косу развел, уже хорошо. Идем. У меня уже начинается, блядь, вот это уже не было, блядь. Голоскинемся, все парни по яйцу. Сука, такое животное. Да нормально, типа, в него нажимают кнопки, это не просто так. Это та самая жертва, которая не напрасна. Варень прекрасно подставил свою жопу под анальный секс. Лучшее, что он делал за долгое время. Выебал жопой, я так сказал. Это не его трахнули, это он трахнул жопой. Так, надо пушить. Надо шупать. Шупать, пушить. Кроме далеко, поэтому придется сюда, смотрю, ставить. А, бля, у меня же есть варда своей, забыл об этом на самом деле. Блин, ну катапульты придется жертвовать. Ну, в этом ничего нет страшного. Я скоро медуз будет. В очередной раз мы будем зарабатывать баблишко. Бля, что нос чешется, не знаю почему. Каждую запись начинает жутко чесаться нос. Ну, так и занят долго. ты в пиве, бро, ты в пиве. Ты смотри, тренда бежал, не дает мне, фил, сесть. это правильный пар огонь по своим не нам далеко идет у меня есть проблема небольшая моего персонажа он улитка ебучая вот он выглядит как улиткой двигается как улитка вообще пролитка не тот может это знает заходит короче улитка в бар так бригин не нажимать да я не знаю вот эту вещь возьму для статов норм пока ты бегу руны собираю фармлю у меня там команда по фонтанам не но моя вина что он по фонтанам не уверен слабо говоря не уверен я бы наверно сказал уверен что не моя поэтому спокойно пачку убьем на ссоре бро я фонтан фонтан не нашел просто искал фонтан не мог найти ты умер под фонтаном не надо никого винить правда он же не будь меня и будь сколько злости в нем меня тоже денег да мало наверное так так вот я не вот не рассказал про улитку улитка заходят в бар ребят вы чё ждете вот сидят там что-то ждут у своих мониторчиков заходит улитка в бар бать вивер больно долго сегодня гель длины баш бля вивер башни дал ну и рак ну и рак на вивере вир на ракере давайте аганимчик на их сделаю он нравится ну так прикольно что на венике так можно много сотов имеет мяще боттл занимает блять господи бать ошибучая просто улитка в баре звучит улитка меня просто нажали все но объективно нажали все я скажу больше они поплатят за это сейчас всем что у них есть это слишком большая плата за мою бесполезную никчемную жизнь и с минусами до снега но я довольна просто найти пернул и все но они задыхаются убегают селотар у этого нашего чемпиона у нас варда запрещены нас табу нас базилка есть у нас есть к ларите с тангусом на 35 но нету варда и признаку не повезло не повезло снова снова у нас топ ломается не веришь хороший размер нашей ситуации ну вот и молодежь это похоже ну типа инвокер пустот пиздошел и сбил собаку уличную ладно я конечно ну думал то там бречь нажмет он типа сала нажал вот этой штукой он там речь за последнего к номер а потом за хуйня было лакрити я не понял ну блин посадочек у мужчины красивая игра на самом деле довольно таки показательная вот что должен делать вене просто должен миллион смертей так смотрим смотрим кого он сейчас будет искать виноват давай так первый пошел это гирокоптер наверное виноват хотя он с тобой был брать или просто подсигналил что помогли да помогли помогли сейчас мне надо будет сигналить давай приказываю тебе сигнал мне какое жуткое замедление засуществляйте насколько но человека проблема что у него том стоит в быстром закупе он точно сапом не достался ни в коем случае ну шивер вообще мог бы с нами побегать но это не вязать это драка не за что то есть там абсолютно ничего делать то они убивают вроде вот и красавчик мастер своего дела я не боюсь ситуации где вы нажали в меня косу где вы нажали в меня там по сути коса только и про касты киза но это сейчас еще и все но он может может быть нет может может быть в рд инвиз инвиз видимо когда было ну неприятно типа в меня просто очень много скидывают я наверно вытащил от игре еще больше чем приступать хотя бы саду фантаном очень много стал немножко не так много для матри ракета вносим на какая больше башина больше сильно но вине крутой перс я прям балдею от него еще на треке делает то же самое еще не душно и даже непонятно чтобы я мог тут сделать я нажал все я гриф сами сбросился каст я нажал pipe но меня просто сожгли толпой налетели нажали кнопки но ведь они только что не нажали в бриста и не нажмут до грустно я поеду дед максим помер дай пусть и ластиль на локер очень быстрее ручка но допусно т.д и рассказал слишком быстрее ручка прям старается новокер видно что он потеет ищет кнопки думаю чё нажать хочет на хайлайты сыграть приятно с таким игроком играть на команде который так потеет у меня не видел что он что-то писал какие-то гадости кому-то он просто потеет он ничего лишнего не говорит в принципе ничего не говорит это вызывает уважение хорош хорош на весь молодец ты молодчак обрез определенно заслуживаешь уважение о своем седьмом баклассе лентальный побег не кашу не шесточкова сбомбила меня плохая веники на фоне лайка и меня взгляд я вам игру выиграл дебил гибкий блядь я нас выбирал в пати играете блядь два хуисуса блядь а чё я сделал плотово ты молча блядь маху и дроид лебона блядь и дроид? спасибо что я тебе игру выиграл блядь и дроид и поголовая собака блядь ну так мы тебе игру выиграли лошо соло пробегала скотина ебаная на фоновайпере блядь удачи тебе в жизни мужик все хорошего зарплаты побольше плен стоял и настроение хорошее было так че желаю тебе всего того чего у тебя нет жёстко да пани был? знаете как под своего ебучего самолюбия сейчас это ударит вот это что лучший игрок матча тот кто нихуя не в игре не сделал просто как у него очко сейчас горит я лучший а не ты я лучший игрок матча а не ты лох ну вы поняли что это шутка теперь я никого не оскорбляю не обижаю давайте посмотрим нанесенный урон не то чтобы огромный но 35000 в моем билде весьма неплохо полученный урон 41000 прям ну я доволен типа не брестлбэк но больше всех остальных я доволен а так ну я доволен игрой типа у меня очень много кнопок нажимали я мид выиграл лол спасибо за просмотр надеюсь вам у нас понравилось постараюсь увидеть с вами завтра в 1900 это видео я записываю 15 числа вы будете смотреть 17 числа то есть уже спустя день после моего дня рождения я не знаю может постримить на 16 я в общем не знаю но в общем есть шанс что я не успею записать там видосы наперед ну там возможно не будет какое-то время ходить ну anyway если что там следите за сообществом я может очень отпишу все в общем давайте ребята спасибо за просмотр увидимся завтра постараюсь видеть с вами завтра идет нас 00 прошедшим я день рождения 26 лет как никак и вас с моим день рождения в общем до свидания всем пока 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 пока